Большегрузом открыли новую лечебницу. Центр по ремонту и обслуживанию автомобилей ИВЕКО готов к ремонту автомобилей. Сервис сотрудничает с логистической ассоциацией, а потому на церемонии открытия собрались немало перевозчиков, финансистов и чиновников. Всех, кто занят грузоперевозками и помогает сделать эту сферу бизнеса более комфортной. Чем так примечательен сервис и за что Айрату Зайнулину подарили грузовик ИВЕКО, расскажет Катерина Карцева. Центр по ремонту и обслуживанию автомобилей ИВЕКО построили быстро, всего за 45 дней. Но этого срока оказалось достаточно, чтобы приготовить все необходимое к встрече первого клиента. В нашей сервисной станции используются только оригинальные масла итальянских производителей, которые рекомендованы компанией ИВЕКО. И мы пользуемся только ими. Это смазочные материалы для подшипников и тяг, трансмиссионные масла и моторные масла. В день ИВЕКО-центр сможет принимать по 6-8 автомобилей. При этом здесь не откажет в помощи и водителям грузовиков других марок. А кроме качественного обслуживания, сервис предусматривает комфортные условия. И не только для клиентов. Комнаты и отдыха для посетителей сегодня уже никого не удивишь. В сервисном центре ИВЕКО акцент сделан на комфорте рабочих. Мощная вытяжка, яркий свет и многое другое. Сотрудничество центра и ассоциации международных автоперевозчиков дает ее членам приятные скидки. Тем более, что количество владельцев ИВЕКО в республике с каждым годом растет. В нашей ассоциации на 1 сентября 2011 года было 50 ИВЕК. Новые, старые, трудно сейчас сказать. А потом мы начали серьезно работать. На сегодняшний день уже приобретено различными формами 75 автомобилей. Думаю, до конца года они увеличатся. На церемонию открытия центра пришло немало друзей логистической ассоциации. Среди них и замруководители исполкома города. Айрат Зайнулин всегда в курсе, какие проблемы есть у перевозчиков и старается им помочь. За это сегодня он и получил в подарок грузовик. Разрешите мне. Разрешите мне. Ну, мы делаем первые шаги, будет лучше. Подарим им большую машину, а сейчас маленькую. Перевозчики уверены, этот презент, стоя на столе чиновника, будет напоминать о их чаяниях. А новый сервис станет добрым помощником для коллег. Катерина Карцева, Андрей Буслаков, РЕН-ТВ, Набережная, Челны.